друзья меня просили показать рецепт плова как мы это будем готовить настоящий ташкентский праздничный плов который готовится во время свадьбы и на таких крупных мероприятиях значит нам для этого нужно смотрите конечно же рис рис называется у нас лазер всем знакомый этот рис 2 килограмма когда говорится о весе плова скажем так допустим 2 кило плова имеется ввиду вес риса учитывая что на одного человека где-то грамм 300 исходя из этого вы будете уже определять сколько вам нужно готовить плова началось 2 килограмм риса два с половиной килограмм мяса вот говядина мы все это разрезали вот такими вот кусками примерно вот такими вот да и полкило курдючного жира бараньего и два с половиной килограмм морковки грамм 200 нута полкило лука и значит вот такие вот специи изюм куркума молотая зира и барбариса важный момент многие спрашивают как определить пропорции плова сколько к чему должно быть значит если у нас два килограмма риса вообще нужно исходить из один к одному то есть два кило риса два кило моркови два килограмма мяса но мы сделали мясо побольше два с половиной килограмм где-то и моркови побольше что это даст когда мы будем заливать в воду мы зальем меньше воды потому что морковь морковь даст свой сок и у нас скажем так плов будет готовиться на своем соку и получится очень вкусно мы режем бараньи курдюк а вот вот такими кусочками в принципе хватит потом я вам покажу что можно из этого сделать я сам лично жирнее но для вкуса плова именно для настоящего слова это очень важно вот значит обратите внимание чуть-чуть чуть-чуть курдюка мы оставили потому что это мы заложим сам плов вот так вот мы все делаем реже сначала мы хорошенечко накаливаем казан да он должен быть прям горячим как видите вот огонь у нас очень большой на первом этапе нужно очень большой огонь далее вы наш разрезанный курдючный жир значит берем и аккуратненько кладем когда делаете это для того чтобы мы извлекли из него без масла обратите внимание на раскаленный казан значит смотрите друзья как видите бараньи курдюк отдал свой жир да и сам хорошенечко обжарился все мы можем его скрипать корочку так вот убирать потом можно на него чуть-чуть лучка насыпать посолить и будет очень вкусно ну так говорят по крайней мере я сам лично не любитель этого но думаю люди оценят а смотрите когда мы взяли извлекли этот жир скажем так это масло добавляем хлопковое масло очень важно делать из хлопкового масла можно конечно из подсолнечного и из оливкового делают но оригинальный плов прям делается из хлопкового масла ну давайте пол литра добавим потому что ничего страшного не произойдет у нас лишнее масло просто в конце внизу останется и все когда наше масло хорошенько раскалилось да когда вы жар такой чувствуете берем одну луковицу и кидаем вот таким вот образом вот наш лучок нас жарится и впитывает в себя все лишние запахи масла и так далее когда наше масло готово потихонечку уже кладем мясо на этом этапе нужен очень большой огонь для прожарки сейчас мы еще лук добавим сюда вот видите неважно как вы будете резать мясо главное чтобы оно в казане легло равномерно вот эти большие куски нужно примерно в центр вот так вот чтобы когда мы будем закладывать рис уровень вот этого всего был примерно одинаковый вот такой вот прожарилась вот до такого состояния видите снаружи видно прям становится прожаривать можно будет добавлять же лук вообще на праздничный плод не добавляется лук но я считаю что все равно лук нужен для яркости вкуса и от того сколько мы будем сейчас жарить мясо и лук это будет зависеть нас целом вообще цвет плова да конечно еще другие факторы влияет я об этом позже расскажу но именно эта прожарка она тоже напрямую влияет на цвет всего нашего блюда лук видите он стал чуть-чуть золотистым вот этого в принципе хватит мы жарили минут 10-15 и можно уже потихонечку закладывать морковь морковь закладываем не всю вот как видите по чуть-чуть вот так вот засыпем да и вот берем наш курдюк который мы оставили специально для этого случая да вот так вот его кладем и посыпаем стальной моркови важная особенность именно праздничного плова ташкентского морковь не перемешивать все вы заложили слой моркови оставляем теперь добавляем ну где-то пол литра воды смотрите добавляем барбарейс грамм 50-100 потом добавляем замоченный нут то есть за день замачиваем нут примерно иранский именно и потихонечку добавляем я люблю много нута поэтому холоду очень много значит добавляем изюм именно для плова специальный берем вот зиру и вот так вот измельчаем дальше добавляем соль по вкусу это мы уже будем дальше проверять после моркови все специи ну вот все добавляем посолили и закрываем минут на 15 смотрите вот нас два килограмм риса нужно промыть рис три раза аккуратно не разломайте рисинки и уже заливаем водой важно не из-под крана чтобы она всякую хлорку и вот эти вот ненужные вещи не впитывала а именно чистую вот такую бутулированную воду нужно заливать и посыпать солью чтобы он впитал себя соль и стал рассыпчатым это тоже влияет оставляем ну где-то на часик пока будет у нас зирвак готовится у нас риск будет впитывать себя вот эту воду смотрите минут 15-20 он у нас закрытом виде и пиел наш зирвак готовится можно на этом этапе проверить соль и если нужно добавить еще дополнительно фоль отлично зирвак оставляем минут может быть 20-30 в зависимости от того сколько у вас есть время но в принципе с ним ничего не случится если огонь мелкий пусть он кипит мясо вот эти овощи друг другу все отдадут и оставлю на полчаса где-то дальше еще проверить минут 20-30 прошло уже да мы можем потихонечку открыть посмотреть как он нас кипит это все дело нужно равномерно вот так вот выложить чтобы наш зирвак кипел равномерно видите вот еле-еле он кипит вот много не надо чеснок свадебный плов не кладется вообще наш зирвак постоял еще минут 20 до в общей сложности ну где-то минут 40 45 он теперь у нас ну мы под конец открыли вот крышку и повысили огонь видите вот он должен вот так кипеть и на этот момент мы уже закладываем рис то есть сливаем воду с лица видите да вот у нас какую аккуратно не ломая резинки закладываем рис нужно равномерно все это положить чтобы потом было не трудно мешать это чем больше мы помещаем ковыряем тем больше мы ломаем рис и он у нас получается некрасивым одна из проблем приготовления плова это люди очень много воды кладут вот это не надо делать то есть у нас есть сейчас какое-то количество воды мы рисом засыпали дальше будем доливать и смотреть как рис себя будет впитывать воду вот эти края мы сейчас будем засыпать молотой куркумой она нам будет давать цвет вот далее значит куркуму и слоечку все это дело выравниваем так по всему периметру казана теперь смотрите видите какой у нас уровень воды вот вода должна быть чуть чуть выше риса буквально чуть-чуть для этого мы заливаем водой чипяченый буквально пол литра у меня значит вот можно чуть-чуть еще дать воды если мы перельем здесь воду за то у нас получится уже не плов а шавля больше похоже на кашу на этом этапе очень важен огонь вот и кипятим видите наш рис уже тихонечку впитывает воду и увеличивается в объеме как видите там еще есть вода вот так вот все это дело проверяется это все сейчас питается в рис сейчас мы потихонечку уже собираем наш плов вот так вот значит собрали плов и закрываем минут на двадцать чтобы рис на пару хорошенечко приготовился смотрите вот наш плов кончик готовится не нужно его чуть-чуть еще размешать все нижнюю часть риса вверх верхнюю часть вниз надо я думаю не помешает потому что он должен поступить кислород и нашли сложен обогатиться равномерно вот на этом моменте можно взять чуть-чуть и ну вот я думаю на пять минут можно еще закрыть и можно сказать наш плов готов червя наш плов готов вот видите минут за 15-20 у нас уже приготовился первым делом надо вытащить мясо такое вот мясо убираем плов получился прям самая не твердый не мягкий каким он должен быть классный классный Субтитры создавал DimaTorzok